Ребята, всем привет! Это Андрей Гавриков. И это первое мое видео из двух видео, посвященных моей поездке сентябрьской в Чечню. 18 сентября, и что-то не хотелось сидеть дома, это пятница была, и вот с утра оказался я в Грозном вместе со своей сестрой. Поездка была совершенно спонтанная, еще за день до этого я не знал, что окажусь там, но, как говорится, психанул, понял, что на выходных будет не особо чем заниматься, и давно я хотел побывать в Грозном, немало друзей у меня там было, которые говорили, что город достойный, вообще республика в целом, надо съездить посмотреть. Ну, я решил воспользоваться тем, что на тот момент по прогнозам в Грозном еще обещали порядка 29 градусов, и это был такой дополнительный плюс, почему я решил туда лететь. Никто из друзей не смог, но согласилась сестра, и очень круто. Натаха, привет тебе, спасибо, что составила компанию. В общем, на два с половиной дня мы отправились, ну, на три дня даже целых, получается, мы отправились в Чеченскую республику. В этом видео покажу наш первый день, как мы прилетели, как мы гуляли по Грозному, смотрели, конечно же, ту самую мечеть сердца Чечни, гуляли по городу, по старым улочкам, которые вот еще советских времен те немногие, которые сохранились и восстановили после войны. Поднимемся на смотровую площадку, где смотреть можно только в определенную сторону, но не в сторону дворца, где живет Рамзан и его семья. Запрещено снимать эту сторону, посмотреть можно, снимать нельзя. Вот, но там достаточно красиво, интересно все это дело. Вот, и в такой финальной части видео, это будет день нашего вылета. Один день мы гуляли по Грозному, один день мы ездили экскурсию на озеро благо туристическая фирма позволила это все сделать и не надо было подавать заявление, потому что обычно это делают через госуслуги. Вот, поэтому очень рекомендую турфирму Чечен Тур, они прямо находятся в центре, там на проспекте Владимира Путина, есть такой проспект в Грозном. Вот, шикарный сервис, шикарная хозяйка там, отличные гиды, отличные автомобили. Ребята молодцы. Вот, ладно, давайте после этого видео подведу такой краткий небольшой итог, первое впечатление, вообще впечатление про Грозный, про республику. Вот, а в следующем видео, которое будет, уже побываем на озере Кизиной Ам, и там прямо сумасшедшие виды, сумасшедшая природа, красота. Ладно, погнали! Добро пожаловать в Грозный. Мое оружие правда, и перед этим оружием бессильна любая армия. Ахмад Хаджи Кадыров. Мэрия. Что-то новое строится. 18 сентября, на улице уже 25, днем должно быть до 29. Смотрите, какое интересное решение. Солнышко, чтобы зря не пропадала его энергия, встроенные солнечные батареи. Здесь на площади сделали такой навес, качели, он, молодежь, отдыхает. Пятница, сейчас время дневного намаза, перекрыт центр, ну прямо перед мечетью проехать нельзя. Вот, поэтому гуляем пока по сторонам, смотрим потом, пойдем тоже вовнутрь обязательно посмотрим эту красавицу. Смотрите, какая интересная штука. На доме есть наклейка с фотографией «Участковый кто». Я лично не знаю, как выглядит наш участковый, как к нему обращаться. А тут все есть. Ну и название. Проспект Владимира Владимировича Путина. Ребята, такое вижу впервые. Извиняюсь, что показываю пустую тарелку практически, но посмотрите, насколько в Чечне суровые осы. Они не стесняются, они подлетают на улицы прямо и отбирают лосось у туристов, изголодавшихся после полета. И так вот уминают, уминают их. Еще, смотрите, оса отрывает кусок рыбы и улетает. Одна уже улетела, вторая сейчас тоже улетает. Намаз закончился и вереница людей с ковриками идет с мечети. Мои друзья тоже выбрали. Сердце Чечни. Зашумеет, вы носите голову. Сердце Чечни. Зашумеет. Зашумеет, вы носите голову. Река Сунджа, а там наверху смотровая, сейчас туда двинем. Субтитры создавал DimaTorzok Улица аптек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, двенадцать аптек вот в двух зданиях. Прогулочная улица. Кругом на каждом углу продаются суши, то есть найти ресторан с какой-то местной едой достаточно проблематично, потому что кругом суши, 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 суши. Тут постоянно такое соседство с портретными фотографиями. Чеченский Макдональдс, Маковский. Реально через каждые 100-200 метров стоят разного рода автомобильчики, где готовится кофе разных фирм. То есть здесь вот видите, там вдалеке он стоит еще один. Такая вот фишка здесь в Грозном. Кошки, пушки. Пояс из монет. 50 копеек царских рубль. Посередине иранская монета. По краям, судя по всему, Османа. Снизу в люльке находилась банка. В банк ушла вот эта кость с дырочкой, такой памперс. Подобное видел в Юго-Восточной Азии, там деревянный был. Мешочек называется кесеты. В них хранились волосы жены. Когда муж уезжал на войну, рекуда там горы в поход. Он брал это с собой, как оберег. Деньги северо-кавказского имени. Ахмад Сила. Очередной типа бренд, но не бренд. Интересная этнографическая особенность. Написано названием современной улицы Угрюмова. И в кавычках написано бывшее название, бывшее дагестанское. Особенность магазина в Грозном, что вот здесь находятся аккаунты Инстаграма. Вот так вот идешь, и во многих магазинах, кафешках значки Инстаграма. Это лепешка с тыквой, с сыром и творогом. Это вот блюдо, название не знаю, это топленое масло. А здесь яйцо рубленое, творог, всякая зелень. Национальное чеченское блюдо, жи-жи-галнаш. Мясо вываренное и галушки. Здесь ассортиз разного теста. Бульон разный с чесноком, с чем-то еще. Вроде бы все так, все знакомо. Но не Burger King, а King Burger. Парам-пам-пам. В Walker thinkлаго, что я приготовился в рюкамин? Да. Олд wcześniej, ребёнке, зажим. Парам RX, Мастерół. Дворец торжеств переливается цветами разным и купол. Сняли сестрой гостиницу Юнион Грозный в центре, но частный сектор. Новая, свежая. Прямо все кайф. Прямо новая, новая пахнет свежим ремонтом еще. Рекомендуем. Вы там просто живете, размножаете, потому что он раскрутит трех лошадей. На Игушетию дорога туда уходит, дорога уходит туда на Игушетию. Черепа, Костя. Захоронение. Такие полки слева-справа, где тела лежали. Это еще до мусульманской эпохи захоронения. Вон еще одно захоронение. Здесь необычная конструкция. Во-первых, есть спуск еще в такой подвальчик. Здесь все черепа лежат. По-моему, женские, а детские. По-моему, женские. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, как вам виды Грозного, как вам город мертвых, вот эта вся обстановка, насколько интересно, насколько понравилось, бывали ли вы сами в Грозном, пишите это в комментариях. Свои впечатления хочу рассказать. Я, ну, немало где был на Кавказе, из вот российской части Кавказа, наверное, осталось буквально у меня в Ингушетии еще не успел побывать и, по-моему, в Адыгее. Ну, в Адыгее был давным-давно, проездом это не считается. Ну вот, в остальной части уже успел везде побывать. Был в Грузии, был в Армении, вот в Азербайджане еще не был. И могу сказать так, что из, наверное, всех народов, которые вот живут на Кавказе, вот за Кавказе, чеченцы, наверное, ну, такие самые строгие, что ли, самые серьезные. Не знаю, как это писать. То есть, они добродушные тоже, открытые, общительные, нормальные, но несут они себя очень, прямо так, знаете, очень достаточно такие важные ребята, серьезные. И это, конечно, вот непривычно, потому что я вот привык, там, приезжаешь в Дагестан, все такие, там, свои туда-сюда, в Осетию, там, и так далее. Вот, а здесь такие ребята достаточно серьезные. Вот, значит, что еще запомнилось такого? Ну, конечно же, полицейские, военные, с бородами, как бы это ни разу не по уставу, и во всей России, я так понимаю, только там себе такое позволяют. Вот, и вот, что мне еще запомнилось, это, блин, проблема с нормальными ресторанами. Ну, объясню, в каком смысле с нормальными. Я не могу сказать, что там плохо готовят где-то, где мы были, но в центре города просто засили. Роллы, роллы, роллы и бургеры, бургеры, роллы, бургеры, роллы. Такое ощущение, что ты приехал, я не знаю, то ли в Японию, то ли в США. Ну, благо, во многих ресторанах есть отдельное вот меню, где национальная кухня, ты можешь выбрать ее, приобрести, попробовать. Ну, конечно же, вот, я мясо не ем, но вот сестра у меня взяла на себя эту функцию, пробовала национальное блюдо, такой здесь жижик-галнаш, вот видео, вы его видели. Вот, а в остальном очень сложно, да, то есть, вот я мечтал просто съесть какой-нибудь там салат свеженький, его там в формате какого-нибудь Цезаря, там, я не знаю, и так далее, какой-нибудь рыбы пожаренной нормальной. В итоге мне это удалось сделать, мы нашли на второй день, да, на второй день, по-моему, ресторан, который называется Тифлис. Вот, хороший достаточно ресторан, тоже грузинский такой, ну, вообще с кавказской кухней, мне повезло. А вот в центре города, где прогулочная часть, там просто одни роллы, вот, караул. Ну, вот, и в целом сервис, могу сказать так, что в центре, центральные всякие рестораны, заведения, места, все достаточно неплохо, все достаточно хорошо, шустрые, классные ребята, все хорошо делается. Ну, вот, но вот в этот день, где мы с вами смотрели сейчас, предыдущие мы были, там еще было место, где надо было посещать водопады, и там, собственно говоря, один-единственный ресторан. Водопады я не снимал, я уже не пошел, потому что какая-то там толпа, и как придется прыгать, толкаться, лезть на шею друг к другу, я решил, нет, спасибо, я уж посижу здесь. Вот, и обслуживание там было просто катастрофически ужасное, я даже не стал ничего это снимать, там, заказ готовили в формате часа полтора где-то, и минут 30 я бегал только за официантами, чтобы их тормознули, чтобы они приняли наши заказы, до тех пор, пока я уже не пришел сам к кассе и сказал, ребят, слушайте, примите вы заказ уже наконец-таки. Ну вот, то есть, есть куда качаться, есть куда улучшать. Вот, но в целом, все очень чисто, все очень современно, везде порядок, как бы вот в этом, в этом плюса. Окей, ладно, хорошо, значит, в следующем видео посмотрим с вами совершенно безумную крутую поездку в Кизиной Ам. Это шикарное озеро в горах, там будут вообще класснючие виды, будет момент, когда мы на горе, под нами облака, прямо класс. В общем, тоже там древний город, там много-много-много, в общем, чего интересного. Ладно, все, посмотрите в следующем видео. Все, всем спасибо, пока-пока, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok